приветствую ну что ж давайте заценим заценим такой вот ножичек который по сути дела аналог викториноксов вот ну посмотрим сначала на внешний вид прикольный такой алюминий на нем уже правда есть некоторые ну вот дефекты сколы покрытия но я думаю что по жизни с ним будет еще более серьезно зато сейчас на данный момент выглядит очень эффектно очень не скользко совершенно не скользко и в принципе действительно очень такой элегантный приличный внешний вид нож так на первый взгляд в принципе сделан довольно неплохо правда вот немножко смущают вот такие вот промежутки между плашками причем везде вот и вот здесь но давайте простим это на жузу 500 рублей попробуем разобраться по сути может быть он как бы клевые мы придираемся и так основной клинок и здесь как большинство вот такого размера ножей slip joint обычный то есть ничего не фиксируется я для сравнения имеют такого размера да и в общем-то единственный такого рода нож это венгер достаточно старый он ну прям очень старый ему уже больше лет 12 ему уже вот и здесь есть замок то есть он у меня фиксируется да да есть такие но все остальное в принципе справедливо в сравнению с текущими викториноксами так вот первое основное по длине примерно все то же самое по длине заточенной части клинка из брюшка вот здесь режущая кромка не сильно в итоге уступает этому ножу хотя в абсолюте скажем так у китайца ну где-то три-четыре миллиметра есть выигрыша дальше по толщине клинка принципе все сопоставимо абсолютно как видите да то есть очень похожий толщины клинков а вот со сведением все конечно принципиально отличается здесь сведение ну не в ноль конечно но в 02 здесь сидение ну может быть в 0 7 то есть реально она прям очень толстая то есть а я бы так сказал ну неадекватно толстая для такого рода ножа то есть если вот это можно использовать аж вместо скальпеля без приколов действительно можно использовать как скальпель то вот это ну это zero tolerance только вот в таком виде по сведению дополнительные клинки да кстати еще последний нюанс ну завода заточка здесь и по факту практически нет смотрите как они снесли заусенец они снесли так что общий угол заточки здесь под 60 наверное уже градусов то есть поэтому нож из коробочки не режет плюс на ноже из коробки есть замин постараюсь его показать вот он вот причем он такой приличный этот замин ну да ладно дополнительный клинок дополнительный клинок с еще более адским сведением то есть здесь в принципе нет спусков вот эта вот плоскость и это тоже здесь вообще реально нет спуска вот и соответственно тут толщиной там с миллиметра образно выражаясь вот в миллиметр он и сидел собственно с этого миллиметра его и точили для сравнения на венгере моем естественно спуске есть и он точно также кстати при этом не настолько тонко да ну где-то в 0 3 тоже сведен еще он боу и вот это чтобы страшнее видимо давайте ладно раз с этим провал то дополнительные вещи давайте спинку ножа откроем ну сначала шила первых шила достаточно туго открывается во вторых она ну мягко говоря никакое то есть я вообще слова представляю себе что-то проткнуть этим шилом посмотрите то есть палец кладешь давишь и в общем то ну понятно сдуру можно и металл проколоть наверное этим же шилом но не так чтобы это было просто то есть когда мы делаем прямое сравнение с адекватным шилом то мы получаем вот то есть с такой же силы я на такое шило давить морально не готов ни морально не физически но у него нет дырочки но на викториноксах насколько я помню дырочка есть то есть это чисто венгеровская как сказать ну недосмотр венгеровский вот дальше чего здесь нет потому что это двухрядный нож от трехрядный нож здесь есть крючок который на виксах есть и так далее бог его знает зачем он да есть разные версии но вот что касается крючка то наверное здесь можно сказать что все ок то есть легко открывается закрывается дальше очень очень туго открывающийся штопор но по штопору у меня есть комментарии то есть смотрите во первых он достаточно острый то есть это правильно это хорошо потому что вход в пробку например на венгере вот глядите он сложнее но но у венгера легче вкорячивать потому что он ну чуть более туда выгнут да здесь он прям ну в в меньшем доступе дальше у венгера больший шаг немножечко да он более редкий здесь он более частый но это в целом детали самое главное что на мой взгляд на мой взгляд самое важное интересное что паре то что на самом деле он у китайца лучше то есть я не думаю что он разогнется я честно вино не пью поэтому вот ну вот в чем дело вот я покачиваю штопор здесь и он достаточно легко дается этому покачиванию и очень легко закрывается здесь благодаря тому что он тугой я его покачиваю он не закрывается так еще и упирается вот в этот момент то есть вот это на самом деле хорошо то есть он не сложится у вас в руках это гораздо лучше я не знаю так это фича или это бага но сам факт дальше частая проблема и оплошность на китайских ножах со штопором это то что штопор торчит в руку здесь все четко аккуратненько это хорошо дальше у нас есть еще ряд где находятся ножницы вот это то чего на самом деле мне не хватает в моем венгере ножницы абсолютно рабочие их пробовал давайте собственно говоря сделаем зарубку на инструкции почему бы и нет ножницы прям вообще рабочие абсолютно рабочие сделаны они достаточно аккуратно ну в общем я бы так сказал что самое лучшее что есть в этом ноже чуть ли не так это ножницы то есть они сделаны вообще без каких-то претензий они открываются легко закрываются и вообще все хорошо с ними дальше открывашка ну это викториноксовский тип открывашки ну консервных банок вот покажу вам венгеровский венгеровский выглядит вот так то есть если здесь у нас одного рода движения то здесь другого рода это открывашка уже столько по открывала что прям вообще за эти 12 лет она уже была заточена кстати ее пора уже точить еще раз ну я вам так скажу что это вообще самая гениальная открывашка я больше никакие другие не использую вот мне вот этот формат не нравится но главное вот чтоб смотрите как он сделан ну я бы сказал не как то есть очень паршиво сделано открывашка вот это кстати в инструкции обозначена как малая отвертка ну я конечно извиняюсь во первых она кривая во вторых она ну как вам сказать она толстовато для отвертки маленькой то есть здесь ну больше миллиметра толщиной где вы видели маленькие винты где прямой шлиц как бы с миллиметра толщиной так еще я извиняюсь здесь как бы ну вообще нет никаких плоскостей то есть здесь как как какой-то нарост просто металла в общем это вообще невозможно использовать ладно то есть вот я бы так сказал что этот ряд по факту вот эта штука с этой они просто лишние на этом ножи от слова совсем смотрим дальше вот это типа отвертка уже с прямым шлицем и вот здесь уже нормальный шлиц до стандартно это хорошо ну и дальше это типа открывалка вот это идет как что кейбл стриппер так как бы то снимать изоляцию сушки но вот этим вы изоляцию не снимите ничего как бы абсолютно ничего это просто гарантию даю вот этот крошка для бутылок да понятно но никто не переплюнет вот эту систему которая при нажатии уезжает туда внутрь и блокируется отвертка то есть когда она под нагрузкой она не сложится это вот очень круто это прям суперическая система и она имеет патент вот здесь тоже точно так же сделан кейбл стриппер то есть это бесполезняк на обоих ножах абсолютно видео про мультиту и другие лазерман и ганза я вам покажу что такое кейбл стриппер и он когда он работает вот ну эта отвертка какое-то количество раз использовалась только мягкая но все более-менее оказалось нормально вот и того что я вам скажу конечно по качеству китаец сильно выступает сильно но у него есть два преимущества во-первых вы получаете трехрядный нож за 500 рублей во вторых у него достаточно любопытный финиш это уже алюминий идет в стоке что называется да в третьих я не думаю что в данном ценовом диапазоне и с данными ножами есть принципиальнейшее отличие по стали я даже не буду ее сравнивать потому что в общем то и там и там пластилин поэтому это не страшно вот здесь есть преимущество в более мощном что паре как бы которым не сложится на пальце во время открытия здесь есть преимущество в ножницах и она прям классная то есть ножницы здесь прям работающие здесь есть минус в толстом сведении а вернее не минус я бы сказал скорее а особенность потому что если вам ну ну то есть виксом очень мало что можно сделать из-за как раз тонкого сведения здесь в принципе вседозволенность больше на для кого-то это наверное будет плюс вот лично для меня этот нож ну как бы нет абсолютно но мое дело было вам его показать в принципе я думаю что кому-то вполне себе подойдет ну и на самом деле на подарок такой нож очень даже хороший вариант потому что ну во первых это менее сбито во вторых это уже не стыдно потому что те ноунейм вот такого же рода ножи которые там в ленте продаются за 250 рублей это уже паршиво как бы это конечно вообще не ужасно просто с по сравнению с такими ноунейм китайцами вот этот брендовый ножичек он в принципе очень даже приличен и подарить такой нож не стыдно то есть в принципе я бы даже так сказал если бы у меня вот этого не было и мне было такой подарили я бы его использовал ну а кроме открывашки для консервов вот такая история надеюсь вам было интересно что вы думаете как у ваш вердикт по поводу вот этой штучки мне любопытно послушать в комментариях почитать